Многие понаслышке, поэтому будем разбираться. И вот, что очень важно, как я считаю, в этом бизнесе, чтобы не просто человек знал этот бизнес и со стороны наблюдал за ним, а чтобы он понимал глубинные процессы в этом бизнесе. Есть профессионализм в любом деле, как вы понимаете. Вот вчера ко мне подходил человек, я думаю, что он здесь, да, мы видели сегодня уже, он хорошо водит машины. Более того, обучают людей, как их хорошо водить. Полицейский разворот и так далее. То есть многие из вас умеют водить машину, не так ли? Поднимите руки, кто умеет водить машину? Большинство, большинство, я тоже умею. С 16 лет так умею, причем, ну, считаю, что хорошо, выше среднего умею. Но я не умею, возможно, делать полицейский разворот, я его никогда не пробовал. Ну, машины жалко, вот, не делал. А есть люди, которые умеют. Так вот, это профессионализм. И в этом деле тоже есть профессионалы, которые знают нечто большее, чем просто дистрибьюторы каких-либо компаний. Вопрос, нужно ли знать всем больше? Не обязательно. Чтобы зарабатывать в этом бизнесе, нужно знать примитивные вещи. Какие вещи? Необходимо знать суть компании, что она предлагает. Необходимо написать список знакомых, то есть базовые вещи, да, и начать обзванивать людей, уметь их просто пригласить на встречу, на презентацию или попить чаю, кофе. И дальше человек узнает от вас информацию за несколько встреч и принимает решение. Что он делает дальше? Он покупает продукт, начинает его употреблять на себя, наносить, есть, и получает определенные положительные эффекты для себя, результаты, ценные для него. Дальше он понимает, что он хочет, он определяется, он хочет с этим зарабатывать или просто этим пользоваться, определяет себя в ту или иную категорию, их две, ну если примитивно рассматривать, их две. Те, которые просто пользуются, и те, которые пользуются, еще и деньги с этого зарабатывают. Бывает третья категория, дополнительный доход. Но это уже нюансы, а в целом две. Пользователи и бизнесмены. Если человек уже занялся бизнесом, хочет с этого денег зарабатывать, ему надо знать, что ему надо тоже написать список, ну первое, делиться целями, написать список, и точно так же приглашать следующих людей и оповещать их о тех достоинствах компании, которых есть. Есть продукт компании, есть возможность дохода. И этот процесс бесконечен, он дублируется многократно. То есть это может сделать любой. И в итоге что получается? Что примерно статистика во всем мире выглядит таким образом. Если вы пригласили 100 человек, из них 20 вы зарегистрируете обязательно. Я даже нарисую такую схемку, которая будет работать для абсолютно любой компании в этом бизнесе. 100 человек, из них 20 вы зарегистрируете, из 24-5 человек будут крупными лидерами данной компании. 4-5 человек. Это базовая статистика. Если у вас хуже статистика, значит вы совсем что-то неправильно делаете. Если она лучше, значит вы владеете определенными дополнительными технологиями, вот о которых мы сегодня и поговорим. И многие люди говорят, что статистика есть, но нас она не совсем устраивает. Хотелось бы лучше, улучшить эту статистику. Чтобы вот тут было не 20, а было 40. Здесь уже. Ну и соответственно из 40, ну тут будет больше. Там будет 8-10 человек, к примеру. Или 12. Или 12. Лучше 12, да? Зачем нам 12? 12 директоров. 12 директоров приведут вас в итоге к чему? К максимальной квалификации компании. Это 3. Тройной бриллиантовый директор. И дальше 4-х бриллиантовый директор. Тоже 12. Там не больше. 12, из которых 4 особо яркие лидеры. Как это сделать? Будем сегодня весь день говорить о том, как сделать не 20, а 40. И это является технологиями определенными. Для начала, эта схема нужна? Смотрите, еще какой нюанс есть. Вот я уточню. Вот у кого 20 регистрировались, те, наверное, замечали, что если тут 4-5 лидеров, которые работают, то кто остальные? 15-16. А вот это как раз просто пользователи продукции или люди, которые делают дополнительный доход, зарабатывают себе. То есть они ходят на работу. Формула выглядит таким образом примерно. Человек ходит на работу, зарабатывает 300-500 долларов в месяц на своей работе. И хоть, ну, он работает 8 часов и 2 часа утром добраться на работу и вечером уехать с работы. 10 часов в день он тратит на это дело. И зарабатывают 500 долларов, к примеру. И он в свободное от работы время хочет дополнительно заработать 1000 долларов в месяц, уделяя 2 часа в день, например, или час. Вот это и есть такая модель для некоторых людей. И, кстати, она реальна. Человек ходит, 500 долларов, представьте, он зарабатывает на работе 10 часов в день. И за час-два в день он дополнительно 1000 долларов хочет заработать. Возникает вопрос, а зачем тогда работа? Зачем куда-то ходить и тратить 10 часов непонятно на что? Непонятно, куда отдавать 10 часов в своей жизни? Просто смывать унитаз, можно так сказать. Зачем тратить 10 часов в жизни, если, к примеру, дополнительный доход начинает приносить 1000 долларов в месяц? То есть, кто в Эйджу, поднимите руки, заработал 1000 долларов уже за все время? Есть такие люди. А кто в первый месяц 1000 долларов? Практически те же руки. А кто две в первый месяц? И такие люди есть, видите? В первый месяц работы более 2000 долларов в месяц. То есть, понимаете, вы сталкиваетесь каждый день с людьми, которые ищут возможности. Они ходят на работу куда-то. Многие ли из них зарабатывают 2000 долларов в месяц? Они прошли в школу, в вуз, они практику какую-то, возможно, проходили. Они трудоустраивались, там, бывают взятки платили, чтобы трудоустраиваться. Знаете, да, что врачи, чтобы работать и получать 2,5 тысячи гривен и 2,5 тысячи гривен зарплаты, платят 1000 долларов в взятки, чтобы трудоустроиться. Не секрет? Не секрет. И 7 лет учатся в институте медицинском, чтобы получать 2,5 тысячи гривен потом. Ну, на что они надеются? На взятки. На взятки. Это в таком, если врач, у него плохо с совестью, проблемы с этим делом. Но если просто человек, вот он родился с призванием врача, он стал врачом, и такое призвание, то он просто обречен быть нищим всю свою жизнь. Ну, бывает, может, просто муж хорошо зарабатывает. А жена врач, которая, для нее это служение обществу. Такое же тоже бывает. Но это тоже нормально, кстати. Ничего в этом плохого нет. Так вот, человек ходит на работу за копейки, понимая то, что он обречен всю жизнь так действовать, если он ничего не поменяет. И вы, когда идете к этим людям, вы можете им смело объяснить вот эту ситуацию, что в нашем проекте есть масса людей, которые зарабатывают хорошие деньги, 2 тысячи долларов. Но таких зарплат мало. Они есть, но очень мало таких зарплат в проекте. Тем более в первый месяц работают. Тем более, вот представьте, человек, он просто закончил школу 8 классов. И он может уже взять и заработать 2 тысячи долларов в первый месяц работы. Ему не надо отучиться 5 лет, или 6, или 7 лет. Ему не надо кому-то платить взятку, чтобы трудоустроиться. Ему надо просто для своего здоровья купить 4, а лучше 16 коробок. Те люди, которые поднимали руки с доходом 2 тысячи долларов, наверняка зашли в бизнес на 16 коробок. Не так ли? Так. То есть просто взятка для своего здоровья. 1300 долларов, вы покупаете продукцию, ее едите. Для себя. Представьте, бизнес без вложений. В Agile нет вложений абсолютно. Вы просто купили себе продукцию, которую вам надо, и вы вам придачу, в комплекте подарили бизнес. Добавок ко всему. То есть, в принципе, весь бизнес можно охарактеризовать понимание этого дела на 3 части. Назовем их так. А, B, C. Это этапы. Посвящение человека в это дело. Первый этап. Это когда вы человеку рассказываете в целом о концепции этой. Что человек может... Давайте вкратце пройдемся. Пройдемся. Какие у нас преимущества в этом бизнесе есть? Продукт. Ну, продукт, да, конечно, он получает результаты. Выстоит. Оздоравливается и так далее. Свобода. Свобода. Ценности. Вот о ценностях поговорим. Свобода. Свободное время. Неограниченный доход. Право выбирать людей. Право выбирать людей, с которыми работать. Партнеры. График работы. Свободный абсолютно. Возможность жить в любой стране мира. Можете ли вы сегодня, особенно те люди, которые ходят на работу, сегодня собраться, переехать жить в любую страну? Ну, к примеру, в Майами, в Америку. Там сейчас можно купить квартиры, таунхаусы, так называемые, двухэтажные такие квартирки, по цене 20 тысяч долларов, в Майами. Ну, не очень, может, хороший район, 20 тысяч долларов, все на все. То есть, по сути дела, если у вас есть жилье в Киеве, вы можете сегодня продать его и переехать в Америку, в Майами, жить. Кранди-генду поближе. Вопрос основной, ну, естественно, я не врет, это просто гипотетически мы сейчас рассуждаем. Многие просто любят Родину, это нормально, и никуда не хотят уезжать. Ничего в этом плохого не вижу, это хорошо даже. Вопрос, друг, гипотетически, возможно ли это для тех, кто ходит на работу? Нет, почему? Потому что, ну, вы взяли, так, сгоряча, продали квартиру, получили визу, уехали в Америку, купили там эту квартиру за 20 тысяч, у вас еще деньги есть. У вас паника, а что там делать, если бы не этот бизнес представить? Что делать там? Кому вы там надо? Кому вы там нужны? Никому. Чем вы там будете заниматься? Потому что деньги, разница между ценой квартиры в Киеве и там закончится. И что вы будете дальше делать? Имея этот бизнес, вы сегодня собираетесь, чемодан берете с собой, переезжаете в любую точку планеты, у вас с собой есть работа, сразу же. Уже вы имеете работу. Поэтому это и есть преимущество этого бизнеса. Кому-то, возможно, не нравятся налоги в Украине. Пока налоги нормальные. Говорят, что они будут меняться. И любой из вас, имея этот бизнес, может сказать так. Только, вот, можете сказать смело контролирующим органам. Друзья, если мне не понравится то, что вы сделаете с налогами в Украине, то я платил 200 гривен единого налога, вы получали. Вообще ничего не получите, друзья. Так можете сказать. Смело. Каким образом? Вы просто переведете свой чек в любую точку планеты. Вы можете написать заявление в компанию и через несколько дней получить свой чек в Польше. Без всяких проблем. Это легально и законно. Компания оформит на вас карту, банковский счет у вас будет в Польше. И вы там получите свое вознаграждение. Естественно, вы там должны будете уплатить налоги. Больше. Там больше налоги. Выберите из 61 страны ту, в которой вам понравится. Где меньше? Без проблем. Понимаете? То есть вы абсолютно свободны во всех отношениях. Если здесь находятся в зале большие крупные бизнесмены, или те люди, которые знают таковых, то наверняка вы замечали такую тенденцию, что как только человек начинает выделяться из толпы, зарабатывать нормальные деньги, если у него нету родственника депутата Верховной Рады, то у него могут возникать определенные трудности в итоге. То есть кто-то к вам может прийти и сказать, вот у тебя много денег, ну поделись. А вы, как нормальный человек, скажете, с каких дел? Это я зарабатывал. Я зарабатываю. Не ты. Поэтому развернись, вон дверь, пошел вон. Вы так можете сказать. И дальше у вас могут возникнуть трудности. То с этим бизнесом у вас нет трудностей, вы сегодня разворачиваетесь, переводите свое вознаграждение в любую точку планеты, из 61 страны. И там получаете. И можете жить там. И у вас есть с собой деятельность. То есть это ценности, особенно для бизнесменов, которые я когда-то им рассказываю, это отличная идея. Это то, что мы видим в этом бизнесе. Это то, что из себя представляет этот бизнес. Положительные моменты, которые он нам дает. Еще что он может нам дать? Он может нам дать рост. Потому что здесь не собираются алкоголики, дебоширы, пьяницы. Здесь собираются нормальные люди, которые растут лично с нами. То есть здесь есть определенные 4 вещи, о которых часто я говорю, и в 3DH. 4 момента, без которых этот бизнес не будет развиваться. Мы об этом тоже коснемся этой темы. Может быть, после перерыва. Ну, вкратце я могу рассказать, что есть 4 таких вещи, в которых стоит человеку развиваться. Если он не будет этого делать, то у него не будет получаться. 4 аспекта жизни. Это физический, ментальный, духовный, еще какой? Эмоциональный. Правильно. То есть, в принципе, можно эмоциональный и ментальный где-то соединить, но можно и разделить, и будет тогда более понятно. То есть, 4 аспекта. Развиваясь физически, вы только физически, вы не сможете преуспевать, потому что, ну, представьте, что вы весите 120 килограмм, 120 килограмм мышечной массы, ну, не жира, а мышечной массы. Но это не значит, что вы сможете из-за этого хорошо построить бизнес и поддерживать отношения с многими. Нет, вы просто будете очень крупным парнем большой мускулатуры. вот, или иметь отличное здоровье. Не развиваясь духовно, вы, ну, это очень серьезный разговор и долгий. Вы не сможете просто иметь поддержки от, скажем, того, кто создал небо и землю, да, потому что это тоже важно. Для многих людей, кто это понимает, это важно, потому что есть вещи рациональные в жизни, есть иррациональные, которые мы не можем понять головой. Вот. Без развития мозгов, точнее, не мозгов, а ума, ума, тоже мы ничего не сможем, потому что человек, который не совсем умный, он не сможет развивать бизнес, он не сможет преуспевать. Любому человеку надо развиваться в этой области тоже. эмоциональное развитие, это что такое? Это когда вы едете в Таиланд и там со всей командой радуетесь жизни. Ваши положительные эмоции, вы их получаете. И, соответственно, вам, вот знаете, как Крэг Брэдли, когда приезжает, я его видел много раз на корабле, мы общались, это человек, это человек, которому уже около 70 лет. И что бы у него не случалось в жизни, он говорит, жизнь прекрасна. Он всегда говорит, жизнь прекрасна. У него трудности в семье, там кто-то болеет, недавно невестка погибла, кто может знать, кто нет. Вот. Но он всегда говорит, жизнь прекрасна. И этот человек излучает вот эту энергию, с ним приятно находиться. Это эмоциональное развитие, и вот с ним очень хорошо, и если вы с ним общаетесь, то вы этой энергией подпитываетесь от него. Об этом мы поговорим. Вот. Но первое А, это можно так назвать, почему сетевой маркетинг? Я иногда людям говорю такие вещи, что вот смотри, какой бизнес, давай, пошли, я тебе расскажу о бизнесе, пошли попьем чаю, кофе, сядем, поговорим об этом деле. Мы садимся, разговариваем, он не понимает, то есть проходит время, чтобы ему понять этот бизнес. Я ему рассказываю преимущества этого бизнеса. То есть он посещает презентацию, ну все как обычно, есть понятие воронки спонсирования, мы не будем сегодня старт-тренинг проводить, вы это все знаете, и слышали много раз. Или если кто старт-тренинг не проходил, пусть ваши спонсоры для вас его проведут. Первое, это А, это когда человек должен для себя понять, что это тот бизнес, о котором он мечтал всю свою жизнь, просто об этом не знал. есть бизнес, который мы даем людям, возможность, и я четко понимаю, что это тот бизнес, о котором может мечтать человек всю жизнь, сколько бы ему ни было лет. Он просто об этом еще не знает, если он этим не занимается, то он просто не догадывается об этом, он еще не разобрался. и вот первое, нет смысла переходить особо к каким-то нюансам продукта или еще чему-то, пока человек не понимает, что это тот бизнес, о котором он мечтал всю свою жизнь. Вы должны от него это или услышать, но он может другими словами это сказать, может это сказать, или возможно вы увидите по нему, что у него горят глаза, он все понимает, что вы хотите ему донести. С первого А, нет смысла переходить дальше к рассмотрению вашего предложения, пока человек вам от него не исходит такой посыл, что это тот бизнес, о котором он мечтал всю свою жизнь. Говорите об этом. О преимуществах. Возможно для кого-то преимуществом является просто утром не вставать рано. И об этом человек мечтает всю свою жизнь. Здесь есть эта возможность? Конечно есть. Для кого-то есть сотрудники, с которыми они не находят общего языка, просто ссорятся на работе. И было бы замечательным просто поменять, выбрать других сотрудников. Кто работает на хозяина, тут понимать, что не вы решаете, кто с вами будет работать. Для кого-то это первая цель, самая главная цель в жизни поменять тех, кто рядом с вами работает. А здесь вы вправе сами решать, кто с вами будет работать. Вы выбираете, с кем работать, а с кем нет. Поэтому показывайте преимущества до тех пор, пока вы найдете то преимущество, которое человеку будет нерезно. есть различные способы и техники, как это делать. Ну, можно их назвать техниками в какой-то мере. Ну, например, я на каком-то семинаре сказал такую вещь, что вот есть бизнес, которому можно уделять, родитель утверждает, что уделяет 10-15 часов в неделю, можно создать бизнес, который будет приносить миллион долларов в год. 10-15 часов в неделю. Но что он имеет в виду? Правильное распределение времени. Если вы утром встали и вам надо сесть за компьютер и пообщаться с другими странами, то в тот момент, когда вы вытираете пыль с монитора, это вы еще не работаете. Если вы собираетесь поработать 15 часов в неделю, то секундомер, когда вы включите, вы не включаете, когда вы пыль вытираете с монитора. Или убираете у себя, раскладываете бумаги на столе. Это все подготовка. И у некоторых подготовка длится часами. Вот он настаивается, ходит, чай пьет, думает, потом раскладывает бумажки на столе. И только потом сел и начал звонить. Там или в скайпе разговаривать, или по телефону. Вот с того момента, как вы нажали зеленую кнопку на телефоне, вот с того момента включайте секундомер отсчета ваших 15 часов в неделю. Вот об этом Родич тоже говорил, кстати. Так вот, уделяя 10-15 часов в неделю, для кого-то можно создать вот такой бизнес. Это прикачивание перспективных людей. Но я сейчас понимаю такие вещи, что вам же все равно придется этим заниматься. И людям приходится заниматься разной ерундой. Типа быть владельцами собственных ресторанов, быть главврачами больниц, например, директорами каких-то заводов. все равно по жизни чем-то приходится заниматься, какой-то ерундой. Так не лучше ли заняться нормальным делом серьезным, с огромнейшими перспективами? Это секрет, это технология. Знаете, почему я так говорил, потому что, во-первых, я это знаю, именно так. Второе, это действие такого от обратного. Человек, который сидит в зале, он и не мечтает быть директором ресторана. То есть он понимает, что за всю свою жизнь большинство людей не станут директорами ресторана, что это для них недостижимо. Многие понимают, что они никогда не будут главврачами больниц, потому что это для них нереально. И при этом всем, я говорю, вам же придется какой-то ерундой заниматься в жизни. Почему это говорит? Потому что, во-первых, я говорю, а во-вторых, потому что я собираюсь этого человека пригласить в бизнес, который для меня лучше, чем то, чем бы мог этот человек в жизни. Рэнди Хейш, заработав первый день, все, он махетинг, что сделал? Он купил ресторан. И потом он пишет в своей книге, что люди начинают заниматься этим бизнесом, чтобы избавиться от ресторанного бизнеса, отказаться дурак, сделал вот так. Я купил ресторан, заработав деньги в сетевом маркетинге. То есть, глупость совершила. Почему он так говорит? Потому что ресторанный бизнес связывает вас по рукам и ногам, и вам придется это делать в итоге. Так вот, сетевый маркетинг это тот бизнес, который надо вначале делать, точно как и любой другой бизнес, но потом, который будет вас кормить всю свою жизнь. он будет вас кормить всю жизнь, если он правильно построен и правильно выбрана компания. Очень важный момент. Так вот, покажите первое любимое преимущество, расскажите им правду, скажите им, что чем бы они не занимались в жизни, вы это можете сказать 99% населения планеты. Это будет полная ерунда посреди вот этим видом деятельности. Полная ерунда. Любой вид бизнеса это никак, нельзя сравнить с этим бизнесом, потому что не имеет их преимуществ и близко даже. Тем более любая работа. Всегда необходимо сделать скидку, если у человека призвание быть учителем, врачом и так далее. Он это умеет и у него есть призвание к этому. Нет вопросов, он может быть учителем или воспитателем детского сада, потому что у него такое призвание, но при этом он же имеет право на хорошую пищу и нормальный образ жизни и иногда на путешествие на отдых экзотический например в Таилане. Имеет право, ну по-моему так. Поэтому он должен в свободное от работы время, уделяя 10-15 в неделю заработать себе дополнительно тысячу, две, десять тысяч долларов в месяц. Ну и ходить на работу за 200 долларов, потому что у него такое призвание. Я допускаю такие моменты, это возможно. Итак, показывайте людям преимущества этого бизнеса и делайте это смело. То есть имейте уверенность в себе сказать, что ты, дружище, занимаешься ерундой, давай-ка посмотрим на нормальное дело с тобой. Кто бы он ни был. Безусловно, я вчера говорил на семинаре, что есть люди, которые основатели крупнейших корпораций, авиакомпаний, которых парк самолетов 100 штук. Это очень большой уровень, я не умоляю достоинств, ума, их предпринимательского таланта, это хорошо, что такие люди есть, но их менее 1% на планете. И очень мало людей, я думаю, что в вашем окружении таких есть. С ними тоже можно найти общий язык. По поводу бизнеса Эйджел. Каким образом с ними найти общий язык? Кто в зале считает, что, например, владельцу крупной корпорации незачем заниматься этим делом? Ну, точнее, не так я скажу, незачем регистрироваться вы, кто считает. Есть такой человек? Есть. 1, 2. Давайте вот для вас я говорю специально. Человек, который самов собственную корпорацию, ему, например, 53 года, он мультимиллионер, очень богатый. Вопрос, если он мультимиллионер, хотел бы он дольше жить, он хотел бы, наверное, дольше жить, для того, чтобы ему дольше жить, ему придется кушать антиоксиданты какие-то, но Wagell лучшие антиоксиданты сегодня, самые качественные, самые вкусные, поэтому ему хорошо было бы покупать эту продукцию Wagell, но он может вам сказать, что принесите мне, я вам дам денег в два раза больше за эту коробку, у меня денег не жалко, зарабатывайте, и давайте вы мне будете приносить, я вас буду покупать, и буду есть эту продукцию, а вы ему говорите, что представьте, я просто занимаюсь этим бизнесом, и чем дальше, тем больше я путешествую, вы говорите, Таиланд, Испания, Франция, Италия, потом Америка, Арабские Эмираты, и дальше я буду еще больше путешествовать, ну что такой бизнес у нас, мы любим путешествовать, кто не любит, может не путешествовать, то есть вы делаете все то, что вы хотите, и чем больше вы преуспеваете в этом бизнесе, тем больше вы не в Киеве находитесь, и вдруг вашему миллионеру захотелось экзо поесть, антиоксидантов, и он вам звонит, а вы в этот момент на острове отдыхаете, вы говорите, извините, Иван Петрович, но я далеко от Украины, так вот, ему есть смысл зарегистрироваться с какой целью, он получает компьютерный номер, сидя дома в интернете, он взял заказ, оплатил из дома, ему домой привезли, очень удобно, ради его удобства вы его можете зарегистрировать в этом проекте, все, то есть вот причина, почему это выгодно сделать любому человеку сегодня, абсолютно, какой бы он ни был богатый, он просто пользователь, но как правило, у таких людей находится масса знакомых, которые увидят у него на кухне эту коробку, когда они пьют чай, спросят, а что ты ешь? Он скажет, а я просто хочу дольше жить, и в итоге они просят, а как и нам дольше жить? ну вот у меня номер, пойди там, посмотри, зарезь, ты уже все, если захочешь, все, и у него может пойти бизнес таким образом, вот причина, почему это сегодня доступно и удобно, выгодно любому человеку на земле, кем бы он ни был, не говоря уже о 99% бедных людей, у которых нет денег для нормальной жизни, им это тем более надо еще вчера, для того, чтобы начать зарабатывать деньги. То есть первое, эй, это почему сетевой маркетинг? Ответили на вопрос. Второе, вы заметили, да, что вы можете применять определенные технологии для того, чтобы человеку объяснить. Не стесняйтесь, будьте уверены, говорите определенные вещи, которые вот, вот прямо используйте вот такие тексты, которые я применил. Я смело говорю любому человеку, что вот все, чем ты занимаешься, это, я не говорю, не всегда я под прямым текстом говорю, чтобы он там не обиделся. Но если таким образом выстраивается уже разговор, что он говорит